Привет! Меня зовут Костя Сан, я райдер российской команды Jones Snowboards, и мы в Шерегеше. В сезоне 16-17 я успел потестить некоторые модели из линейки Jones, и расскажу вам немного про каждую. Сегодня речь пойдет про Hovercraft. В линейке Jones Snowboards Hovercraft позиционируется как доска для глубокого снега. Смотрите, какой у нее классный скользяк. В ростовке 156, у доски талия 26 см, радиус бокового выреза 9,3 м. Обратите внимание на ее форму. У нее большой нос и очень коротенький хвост с таким неким подобием ласточкиного хвоста. У доски очень большая зона кэмбера, примерно от значка на топшите до вот этого места на хвосте. И имеется рокер в носовой части и в хвостовой части сноуборда. Это помогает ему всплывать в глубоком снегу. В сезоне 16-17 на сноубордах Jones применяется новая технология, называется Spoon Nose. Что это такое? Это зона канта, где радиус бокового выреза переходит в закругление носа. Эта зона немножко приподнята. На данной модели это позволяет ей лучше всплывать в глубоком снегу. То есть получается у нас вот такая вот ложечка на носу. И когда сноуборд едет по глубокому снегу, то снег не упирается в нос доски, а он расходится вправо и влево от носа сноуборда и позволяет ему ехать более плавно. Такая же ложка у нас имеется и на хвосте сноуборда. Также у него есть такой очень интересный спид-ченел. Это вот такой желобочек на хвосте, который позволяет доске ехать чуть быстрее в глубоком снегу. То есть снег стремится вылететь по этому желобу назад и придает небольшое ускорение сноуборда. Мне доска понравилась. Она, несмотря на то, что она достаточно жесткая, она хорошо едет в глубоком снегу. Я люблю жесткие доски для мягкого снега. Это позволяет ехать достаточно быстро на нем. Но и глубокий снег на курорте это большая редкость. Если он появляется, то его раскатывают считанные часы и дальше катание происходит по разбитому мягкому снегу. Этот сноуборд очень стабильно едет по такой кондиции. Что касается прыжков. Многие говорят, что на ховеркрафте нельзя прыгать, потому что у него нет хвоста, нестабильно приземляет. Приземляет этот сноуборд невероятно стабильно, потому что у него большая площадь. Очень большая площадь, ширина талии, напомню, 26 сантиметров. А вот в самом прыжке есть небольшие особенности. Пятка у сноуборда очень твердая. Поэтому сделать олли с препятствием сложно. То есть этот сноуборд мотивирует толкаться с двух ног. Или использовать более активный рельеф для вылета. То есть нужно немножко приспособиться. Но этот сноуборд умеет прыгать. Мой рост 180 сантиметров. Вес 72 килограмма. И мне идеально подходит 156 ростовка ховеркрафта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...